Всем привет! Это новое видео на канале Полосатый Мух. И в этом видео я исследую заброшенную атомную электростанцию в Крыму. Подписывайтесь на канал и приятного просмотра! Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал! Полосатый, как обычно, вовремя. Там техника работает активно. Начинает сносить эту реакторную часть. Сейчас попробую попасть внутрь. Проект появился еще в 1968 году. В 1975 году начали постройку города-спутника Щелкино, в котором должны были проживать работники с семьями. Постройки самой АЭС приступили только в 1982 году, когда закончили снастью водохранилища и остальными вспомогательными объектами. В 1984 году АЭС была объявлена всесоюзной ударной стройкой, но остановлена уже в 1987 году по понятным причинам в связи с трагедией в Чернобыле. А двумя годами позже принято решение о полном закрытии проекта. Оболочка с другой стороны. Нам надо на лестницу, на этаж выше. По факту станция делится на две части. Герметичная, где был установлен сам реактор, и не герметичная. С большим количеством помещений, комнат, лестниц. Там устанавливалось оборудование. В этом здании первого энергоблока находится 1300 помещений и комнат. Я был на многих заброшках, но именно это запомнил с гнетущим страхом и давящей темнотой. А сильный ветер придавал особую атмосферу. Везде что-то скрежетало, шуршало, стучало. Было полное ощущение, что ты на площадке фильма ужасов. Неудивительно, что в стенах этого объекта произошло столько несчастных случаев. Ты же видишь что-то? Так как в негерметичной части, кроме голого бетона, смотреть было по факту не на что, я искал вход в герметичную реакторную часть. Пойдем. Вот здесь проход в саму реакторную часть. Продолжение следует... А это циркуляционный насос. Всего их было 4 штуки. Установлен он был вот там, вверху. Сейчас его активно пилят на металл. Но так как этот объект уже сносят, скорее всего, допилить им не удастся. Крепежные элементы. Такие мощные здесь. Наверху гермооболочка, обшитая стальными листами. Красота ее 52 метра. Диаметр 45 метров. И объем этой гермооболочки 67 тысяч кубических метров. Здесь должен был циркулировать теплоноситель. Продолжение следует... Сюда должны были установить реактор ВВР-1000. А это место установки самого реактора. Установить его должны были при помощи специального крана, назывался он КРОЛ, который был позже продан. После установки реактора он должен был произвести установку купола герметичной оболочки. И на этом строительство станции было бы завершено. Это единственная электростанция в мире, охлаждение которой предполагалось из соленого озера. К моменту приостановления строительства эта станция была готова на 80%. Однако завершить его так и не удалось. Ядерное топливо уже было в ближайшем городе. На саму станцию его так и не довезли. Станцию активно разбирают. Вот это видно, вот там техника стоит. Возводят забор. И вот там расположено то самое соленое озеро, которое должно было охлаждать реактор. Шахты лифта. Видите, какая высота. И наверх еще три этажа примерно. А это остатки машинного зала первого энергоблока. Именно здесь в 99-м году прогремел фестиваль Казантип. Очень опасный объект за счет того, что большое количество открытых люков встречается. Не рекомендую сюда приходить и посещать. Согласно задумке советских инженеров, эта электростанция должна была полностью обеспечить полуостров электричеством. Однако этим планом было не суждено сбыться. С вами был Болосатый Мух. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока.